всем привет сейчас приехал мегастрой хочу купить себе тут веник чтобы подметать на спотах потому что хочу сегодня такой рейд устроить по спотам где можно покататься будет летом я раньше просто катался возле магнита у нас есть но у меня в районе есть магнит семейный этом раньше в основном катался всегда но там уже последнее время стали просто супер огромные лужи они сохнут там вообще месяцами точнее вообще никогда не сохнут просто того что дожди идут лужи подливаются и в итоге там такое место уже стало просто заброшено туда просто собаки приходят там попить в эти лужи вот так далее ну короче сейчас возьму веник потому что без веника никак особенно после зимы все везде пыльно и грязно и вот так что я пошел мегастрой я кстати обожаю по магазинам ходить в драных кроссовках у меня все постоянно так смотрят что типа у тебя кеды все золотами как будто сами вдоль чагабани ходят смотрели всякую буду для дачи идем искать веник наконец самый раз для российских спортов эти для мажоров эти нам пока как раз подходит надо выбрать какой-нибудь попушистее в общем-то еще нужно клей выбрать потому что кеды иногда нужно подклеивать обычно я такой беру наверное такое сейчас возьму так мы купили веник и клей и потратили на это час времени из-за того что в городе пробки из-за эстакет всяких и теперь мы отправляемся на поиски ровного куска асфальта где можно будет хотя бы подмести и нормально кататься по чистому находу поехали конечно выбор не такой уж и большой нужно смотреть какие-нибудь площадки возле новых домов потому что именно там нормально только асфальт бывает вот ну еще желательно чтобы народ там было поменьше не хотелось бы ну и желательно чтобы это было типа парковки или еще что-то же не хотел тоже на дороге кататься чтобы каждую минуту пропускать встречные машины какие-то итак в общем мы купили в мегастрой стартер пэк провинциального скейтбордиста клей и веник нашли небольшую площадку сейчас надо будет здесь маленько подмести и думаю что может быть нормально кататься мы простояли час пробках плюс на кассе ходили туда-сюда потому что там штрих-кода не было на веньке но веник остался с прошлого года лежал просто тупо машине в багажнике планом пойдемте под метод так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем-то, ребят, наверное, на сегодня хватит скейтбординга, потому что я в целом не так уж прямо рассчитывал покататься, я рассчитывал чисто на эти площадки. Конечно, тут не очень-то круто, тут еще горка такая прям большая достаточно, но в этом есть свой плюс, потому что когда, наверное, здесь будет идти дождь, то все с этой горки будет сливаться как раз-таки вниз. Но вот в самом низу, вон там вот, там, конечно, получше покрытие, но грязь там еще больше, именно такой вот прям, именно пыли, а не камешка, как здесь. Тут еще, кстати, ветер вообще просто сдувает, но за неимением лучше придется, наверное, кататься. Я уже голодный и что ты, у меня доска, а, кстати, да, у меня доска вообще не щелкает. У нее просто дико стерся щелчок, так что завтра, наверное, буду собирать новый доск. Ладно, погнал собираться домой, увидимся в ходе. Какой-то камешк въехал. У меня традиция завершать день катания трешкой. Ну все, теперь можно домой гнать. Вспомнил, что сейчас мне нужно еще съездить в Медиамарк, забрать аккумулятор. У нас такая, так, погода изменилась, что я с утра покатался, а сейчас иду и просто снег пошел. Такая вот погода в конце апреля. У меня же глаза слетят. Хотел затронуть тему людей, которые пытаются припарковаться в самых максимальных просто скоплениях автомобилей, на парковке. Девушка только что уехала. Просто у некоторых реально не хватает опыта, и они пытаются поставить как можно ближе ко входу, к выходу. Ну, с одной стороны, я понимаю, если они вообще никогда не будут парковаться в такой гуще событий, то они вообще никогда не научатся ездить. Но все-таки, мне кажется, когда девушка задерживает там, я не знаю, там 30 автомобилей, которые ее там ждут, ну, тем более в такие дни, там, в праздничные или в выходные, мне кажется, конечно, это не очень правильно. Я не так уж плохо вожу, и у меня уж водительский стаж довольно-таки большой, но иногда даже мне лень парковаться прямо возле входа и найти какое-то узкое-узкое место, чтобы туда запихивать машину свою. Поэтому мне иногда проще просто проехать чуть дальше и пройти там на 5 шагов, и поставить машину где-нибудь в свободное место. Сейчас пойду в Медиамарк, как раз-таки, забирать аккумулятор свой, и это будет мой первый раз, когда попробую что-то поснимать в таком блюдном месте, как торговый центр. Потому что до этого я в основном снимал только себя либо в автомобиле, либо ставил камеру на какую-нибудь там лавочку и просто снимал свое катание. Не знаю, на самом деле, довольно-таки, конечно, стрёмно ходить, на тебя так все смотрят, но с другой стороны, ну, мы вроде как в 21 веке живем, мне кажется, что люди должны понимать, я думаю, что многие смотрят YouTube. Хотя, по сути, ты просто думаешь, как бы, что о тебе подумают, но по факту ты видишь этих людей первый-последний раз, поэтому ничего в этом такого нет, даже если они подумают, что ты какой-то дебил и разговариваешь с камерой. Еще когда я обычно снимаю на GoPro, то на GoPro у меня Hero 3+, и у нее нет, ну, сзади экранчика, и, соответственно, ну, ты просто какой-то предмет направил себе просто в лицо, и люди не обращают на это внимания. А когда ходишь с телефоном даже, и уж тем более, наверное, с автоаппаратом каким-то или зеркалкой, то тут уже люди, конечно, так обращают внимание, типа, ой, чувак, что-то там снимает. Ну, это наоборот. Ну, наоборот. Когда ты идешь с телефоном, ты, может быть, там, разговариваешь с телефоном. А у телефона просто, мне кажется, очень такой яркий дисплей, и реально чуваки просто смотрят и думают, блин, вот чувак вообще идет и снимает себя, я не знаю. А GoPro вообще многие в глаза не видели. Ну, вот в том-то и дело, что по мне так GoPro многие в глаза не видели, и они просто, наверное, думают, что какую-то палку несет с какой-то вещью. Многие же блогеры снимали раньше на Canon Vixie, да, это называлось? А, ну да, ну типа как на видеорегистратор. Типа говорят, о, боже, это видеорегистратор. На самом деле я уже предвкушаю, что будет куча проблем, когда я буду снимать в наших ульяновских магазинах что-то особенно, потому что один раз я как-то зашел, я вообще большой фанат Lego, один раз я заходил в детский мир, я помню, ну, по-моему, я просто фоткал какие-то наборы, чтобы чисто сцены потом сравнить, ну, там, у них или в каких-нибудь других магазах. И ко мне подошла какая-то охранница и просто докопал, что, типа, блин, тут фоткать нельзя, и т.д. и т.п. Но я тогда как бы не особо прошаренный был, и ничего я такого не сказал, но убрал телефон и все. Ну, а теперь, в принципе, когда ты знаешь, что ты можешь реально везде снимать, что ты хочешь, то, ну, просто придется тогда ругаться. Но, в принципе, я к этому готов в ульяновске, поэтому ничего в этом такого нет. Ну, ладно, все, надо идти, аккумулятор сберет. Кстати, несмотря на то, что я выбрал понедельник, и здесь все равно очень много народу, но, в принципе, особо никто что-то как-то на меня внимания не обращает, так что нормально. Кстати, насчет съемки в магазинах. Я сам не особо-то люблю ходить прямо по магазинам. Я обычно, ну, как и сейчас в медиамаркете, я просто заказал аккумулятор в интернете, и сейчас просто мне его придется забрать. Да, хотелось бы какой-нибудь такой для влога. Ну, 6100, конечно, прикольный, но у него экранчик, по-моему, нет же поворотного. Все, аккумулятор забрал. Тоже пакетики не дали. Очень прикольно. То, что я уже не удивляюсь тому, что в апреле, даже в конце апреля выпадает снег. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будем проезжать мимо спота нашего местного. У обелиска здесь катаемся иногда. Есть 5, по-моему, ступенек здесь. Довольно-таки неплохих. Там есть бэнк. Ну, как-нибудь обязательно приеду поснимать. Сейчас едем через реку Волга. Здесь довольно широкое место, где построили мост. И это, причем, мы сейчас едем по старому мосту. У нас есть их, есть два моста. Есть новый мост, есть старый мост, но они туда-учшего там называются императорский и президентский. Вот там вот слева, если, ну, я не знаю, сейчас снег маленько идет там слева, видно его будет или нет. Это вот самый большой мост. Этот поменьше. Река с виду, конечно, выглядит довольно-таки симпатично. Но купаться в ней не рекомендую. Потому что, по крайней мере, в Ульяновской области одна считается одна из самых загрязненных. Я помню, что даже лет буквально пять назад, в принципе, я купался сам в ней. Потому что, ну, были места, где еще не так было загрязнено все. А сейчас просто она очень сильно пахнет. И невозможно вообще в ней оплавать, даже посидеть в этом ниже. Ну вот и все, ребят, я уже дома. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки и дизлайки, если вам не понравилось. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok